АЕ, АЕ, привет всем! Гаджет здесь! Гаджет с вами! Камон, чики, е, летс дуит! Гаджет, ты что, мозг на органы продал? Да нет, я просто понял, что хочу читать рэп и прожить жизнь, как настоящий рэпер. Родиться в бедном черном квартале у тебя уже не получилось. Может, хоть шальную пулю на разборке схлопочешь, а, нига? Да, голос. ШАТЬ ЕО ФАКИН МАУС! Окей, ладно, закрыли тему, переходим к фейл-хот-ьюс. Американцы, ну, куда ж без них, разработали одноместный самолет с электродвигателем. Он способен взлететь на высоту 9100 метров и преодолеть расстояние в 80 километров. Знаете, у меня после таких новостей всегда возникает один единственный вопрос. WHY? Голос. А ты порадуешь сегодня старика хорошими девайсами? Конечно. Только ты, дедушка, за время обзора в ящик не сыграй. Смешно. Прямо как у Петросяна. Или даже смешнее? Nokia X6. Миллионы треков. Покупайте Nokia вместе с музыкой. Качай, слушай, тащись. Именно на это делает ставку Nokia в новой серии музыкальных телефонов. В частности, X6, рекламой которого этой зимой обвешаны все подходящие поверхности. Смартфончик симпатичный, длинненький и ухватистый. С технической точки зрения достаточно типичный нокиевский смартфон. iPhone не iPhone, плеер не плеер. Так, гибрид того и другого. Довольно удачный, выглядит прилично, но материалы и сборка не самые лучшие. При некотором сжатии корпус поскрипывает и задняя крышечка не самого лучшего качества. Включаем аппарат. На экране реклама музыки. Все эти миллионы треков, которые Nokia обещает, в сущности, означают годовой абонемент на доступ к ее интернет-магазину «Музыка.ови». Идея примерно такая же, как и у iTunes Store – дать абоненту возможность покупать музыку прямо с телефона. Правда, учитывая конкуренцию со стороны iPhone, Nokia решила сделать ход конем и предложить год бесплатного обслуживания в магазине. В пользовании смартфон вполне удобен. Интерфейс с крупными кнопками, довольно крупный экран, с аппаратом можно вполне управляться одной рукой. Но остается ощущение, что что-то недоработано. По ходу использования всплывает много маленьких недоделок. При этом технические характеристики в целом приличные. 32 гигабайта встроенной памяти, гнездо для карт microSD, понимает карточки, до 16 гигабайт, 5-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, Bluetooth 2.0, USB, FM-радио, диктофон и так далее. Аккумулятор 860 мАч. Сейчас номинальное время автономной работы до 300 часов в режиме ожидания, до 4 часов в режиме разговора и 24 часов в режиме прослушивания музыки. Тоже вполне типичные характеристики. Считать ли доступ к каталогу музыки первой дозой или щедрым подарком, каждый решит для себя сам. Пока это больше похоже на приятный бонус к новому телефончику. Стоит X6 изрядно, 20 с лишним тысяч рублей. Редакция считает, что такая цена не оправдана ничем. Голос, а тебя пугают какие-нибудь вещи? Бывает. Я боюсь высоты, летать, темноты, диких животных, болей, пауков, Сталина, уколов, колдунов, стариков, клоунов, зеркал. Боюсь бояться. Да он просто псих. Со мной что-то не так? Да нет, 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 все в порядке. Слушай, мне кажется, тебе для полного набора не хватает еще одного страха. Анатидофобия! Боязнь того, что утка постоянно смотрит на тебя. Что это? Ну вот, опять. Это утка. Гаджет, мне кажется, что она где-то рядом и наблюдает за мной. Бояк. Бояк. Samsung P960. Карманный зомбоящик. Помнится, в давнем анекдоте мужик тащил с собой в лес телевизор, полуфинал смотрит. И таки смотрел, что характерно. Эта идея настолько захватила наших операторов, что они решили воплотить ее в жизнь. С некоторыми поправками, естественно. Назвали эту штуку, не мудрствуя, мобильное телевидение. В качестве телевизора используется мобильный телефон Samsung P960. Сама по себе трубка не слишком впечатляет. Довольно крупная, здоровая, классический обращик самсунговских слайдеров. Дизайн не то чтобы грубоват, но как-то создается впечатление, что эта модель создавалась в расчете на какой-то азиатский рынок. А затем, когда оказалось, что и у нас есть цифровое ТВ, ее быстренько русифицировали. Телеменю Mobile TV грузится достаточно быстро. С технической точки зрения, это не потоковое вещание по интернету, а полноценная цифровая трансляция в стандарте DVB-H. Плюс такого подхода в экономии. Интернет-ТВ, которая гонится провайдером сетей 3G, 4G и так далее, жрет трафик, а значит и деньги. Здесь трансляция идет отдельно, а трафик отдельно. Хотя с технической точки зрения, в DVB-H тоже используется протокол IP. Только по-другому. Качество картинки сильно зависит от качества связи. Если связь в порядке, то и качество, на удивление, хорошее. Если связь плохая, начинаются тормоза и артефакт. Скажем, в Москве, в районе Таганки, картинка очень даже приличная. А стоит отъехать за километр от третьего кольца, уже все резко ухудшается. Сейчас пока услуга доступна только в столице. В базовом пакете предлагается несколько каналов. От официальных, типа Первый канал или Россия, и новостных, вроде Вести 24 или Пятый канал, до развлекательных, например, Муз-ТВ или Бибигон и всякой ерунды типа РУ-ТВ, Геймленд ТВ, 7 ТВ. За комплект сегодня просят 9900 рублей. На момент тестирования услуга бесплатна. Когда эта лафа закончится, пока не сообщается. Но вряд ли будет дорого. Ведь снабдить карманными телевизорами широкие массы населения, чтобы можно продолжать это самое население зомбировать рекламой прокладок, Кока-Колы, жвачки и прочего мусора – важная коммерческая задача. Хотя продвигать эту штуку явно будут под соусом «Смотри матчи любимой команды везде и всюду». Но мы-то с вами знаем. Ну а сейчас время СТГ. Самым тупым гаджетом этой недели становится резиновый мужик. В аннотации к этому девайсу сказано, что зовут его Джон, и он лучший аксессуар для девичника. Ребят, а кто-нибудь видел у него пыпты? О каком девичнике может идти речь? Десять баллов по шкале тупости. От твоих шуток можно на койку больничную загреметь. А потом до конца жизни ходить в больничную утку. Утку? Ты слышал? Утка где-то рядом. HTC HD 2 – окно в мобильный интернет. Новейший коммуникатор, один из самых ядренок. Среди обширного семейства убийц айфона самый перспективный. Крупный экран, да просто огромный, производит несгладимое впечатление. Многочисленные фишки и изюминки как самого аппарата, так и Windows Mobile 6 5 заставляют присмотреться к этой модели очень внимательно. Внешне классическое айфоноподобное мобильное изделие. Довольно крупногабаритное. Все-таки большому экрану 4,3 дюйма большой коммуникатор. Он действительно большой, настолько, что его держать может только натурально большая ладонь, свисло не меньше. Ну или придется держать аппарат двумя руками. Одной рукой управлять тоже не очень удобно. Палец иной раз просто не дотягивается до кнопки, расположенной на другом конце экрана. Зато картинка на вот такенном дисплее сказочная. Матрица весьма качественная, резкая, яркая, с хорошей цветопередачей и достаточно быстрая. Экран емкостный. Можно смотреть видеоролики, играть в игры, с комфортом лазить по интернету. Аппарат достаточно быстрый, дает себя знать процессор Snapdragon с тактовой частотой 1 ГГц. Оперативной памяти 448 МБ, встроенного флэша 512 МБ. Есть гнездо для карт памяти microSD. Ну и, конечно, полный комплект современных штучек. От датчиков движения, освещенности и приближенности к объектам до 3G, Wi-Fi, Bluetooth, радио и остального. Разрешение камеры 5 Мп, есть светодиодная вспышка с двумя лампочками подсветки. Разумеется, есть GPS и фирменный HTC-шный интерфейс. Кроме того, в HD2 есть новая Windows-версия приложения Twitter – HTC PIP. В работе, если честно, не особо удобно. Может быть, HTC старалась сделать попроще для онлайновых хомячков, а мы тут все как-то поумнее. Батарея? Ну да, слабая. Чудес не бывает, большой экран жрет много. При активном использовании хватает примерно на день. Маловато будет 1230 мА в час. Почему не поставить хотя бы на 1500 мА в час? Загадка. Если аппарат не терзать, то время работы аккумулятора можно растянуть до 2-3 дней. Но тогда зачем покупать все эти роскошества? Стоит HTC HD 2, надо признаться, как самолет, больше 27 тысяч рублей. Айфон ему очень заметно проигрывает, если речь идет об экране. Но! В остальном все-таки уверенно опережает. Windows Mobile за много лет так и не смогла даже приблизиться к его уровню удобства. Что сама по себе, что с довесками в виде фирменных интерфейсов от изготовителя аппарата. Плюс слабая батарейка, довольно большое количество сообщений об аппаратных глюках с экраном, да и не очень продуманная эргономика. Нет, советовать такое не стоит. Эх, голос, если бы не твои унылые обзоры, сегодня все бы получилось. А так, на троечку. Да понимаешь, я тут из-за этой утки что-то распереживался. Понимаю, когда что-то с клювом, перепонками на лапах и мерзким таким криком все время смотрит на тебя. Это неприятно. Аж самому как-то не по себе стало. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмаки! Субтитры сделал DimaTorzok